Приветствуем вас, уважаемые слушатели! Представляем вашему вниманию образовательный курс «Хризатилцементные строительные материалы». В этом курсе мы расскажем вам об уникальном строительном материале «Хризатилцементе» и о многообразии возможностей его применения. А также продемонстрируем практические технологии использования хризатилцементных изделий, таких как шифер, фасадные плиты, сайдинг и трубы. В нашем курсе 14 коротких видеолекций, которые помогут вам получить полезные знания для будущих инженеров-строителей или архитекторов. На первой лекции нашего курса мы познакомимся с ключевыми определениями, такими как хризатилцемент и хризатил. Вы узнаете, какими достоинствами обладают строительные изделия на их основе и как часто на самом деле они встречаются в вашей жизни. Итак, начинаем курс. Хризатилцемент – один из известных и широко используемых в мире строительных материалов. Это композиционный натуральный материал, представляющий собой смесь цемента, воды и минерального волокна хризатила. Разберем этот состав подробнее. На 75-90% материал состоит из цемента. Как правило, производители применяют портландцемент марок 400 и 500 с определенной степенью помола и удельной поверхностью. Также в рецептуре приготовления хризатилцемента участвует вода, которая выполняет роль связующего компонента и полностью абсорбируется в массе в ходе технологического процесса. Производители четко следят за качеством воды, чтобы она не содержала минеральных глинистых примесей, органических веществ и продуктов их разложения. Например, морскую воду не используют из-за ее высокой насыщенности минеральными солями. Ключевым компонентом является минеральное волокно — хризатил. Его в составе хризатилцемента может быть от 10 до 25%. Хризатил армирует цементную матрицу, что придает конечному составу прочность и другие уникальные свойства. На этом компоненте мы особенно сосредоточим внимание. Хризатил — это гидросиликат магния и минерал группы серпентина. Его также называют хризатиловое волокно, хризатиловый азбест, хризатил азбест или белый азбест, так как по цвету он либо белый, либо зеленовато-желтый с шелковистым блеском. По строению минерал тонковолокнистый, длина волокон от долей миллиметра до 5-6 сантиметров, а толщина менее 0,001 миллиметра. Хризатил является разновидностью азбеста и отличается рядом уникальных свойств. Прочность волокна на разрыв — более 3000 мегапаскалей. Данный показатель прочности является более высоким, чем у стали. Температура плавления — 1500 градусов по Цельсию. Низкая электропроводность — это свойство делает хризатил высококачественным электроизоляционным материалом. Самое примечательное — абсолютная негорючесть и высокая теплостойкость. Химическая инертность — на материал не действует солнечная радиация, щелочи, озон и кислород. А также экологическая безвредность — хризатил не выделяет вредных газов, паров и излучений. Поскольку хризатил является разновидностью азбеста, ему часто приписывают вредные свойства, которыми он на самом деле не обладает. Азбест — это коммерческое название двух групп природных минералов, разных по химическому составу, кристаллографическому строению и биологическому воздействию. В первую группу азбеста входит хризатил, а во вторую амфиболы — актинолит, амазит, антофилит, крокедолит и тримолит. Амфиболовы азбесты имеют существенные отличия от хризатила в кристаллической структуре. Их волокна прямые и иглообразные, и обладают высокой стойкостью к кислым средам. Это означает, что волокна амфиболовых азбестов практически не выводятся из легких человека и, как следствие, оказывают вредное воздействие на организм. Поэтому добыча и использование амфиболовых азбестов запрещена во всем мире. Хризатиловый азбест, как видно на слайде, имеет иную химическую формулу, в отличие от амфиболов. Замечательным свойством хризатила является способность сминаться и распушаться в тонковолокнистую массу, состоящую из смеси волокон различной длины. Если сравнивать наиболее близкие по формуле минералы, химическая формула хризатила во многом близка к тальку, которой применяют в косметике и медицине. Учеными доказано, что биологическая активность хризатила в 10, а то и в 100 раз меньше, чем у амфиболов, а также целлюлозы, стекловолокна и каменной ваты. В кислой среде дыхательной системы организма волокна хризатила разрушаются и выводятся из легких естественным путем за 7-14 дней. Поэтому хризатил активно добывается и используется в мире по сей день. Уникальные свойства хризатила не остаются без внимания промышленности. В строительной отрасли он используется в производстве кровельных изделий волнистого и плоского шифера, стеновых изделий, фасадных плит и сайдинга, труб и муфт, асбесто-технических электро- и теплоизоляционных изделий, тканей, шнуров, фрикционных изделий, тормозных лент. А также для приготовления мастик, герметиков, футеровочных составов, органосиликатных покрытий, клеевых смесей и замазок, строительных растворов, ремонтно-восстановительных составов и для многого другого. Области применения хризатила достаточно обширны, он входит в состав более чем трех тысяч наименований изделий. В этом курсе мы говорим о строительных изделиях. На слайде вы можете видеть возможности применения хризатилцемента для внешних элементов частного дома. Современные производители предлагают рынку строительных материалов, плоский лист для опалубки фундамента и каркасных конструкций, хризатилцементные фасадные панели разных цветов и фактур. Негорючий сайдинг, хризатилцементные трубы для тепловодоснабжения и канализации. И самый известный продукт отрасли — хризатилцементный шифер для кровли. А для обустройства прилегающей территории дома можно использовать хризатилцементные трубы. Из них можно сделать урны для мусора или, как показано на слайде, вазоны для цветочных клумб. Хризатилцемент может применяться и для внутренних элементов дома. Плоские инженерные листы используются для обустройства межкомнатных перегородок и облицовки стен, в качестве подоконных досок и материала для выравнивания полов. В следующих лекциях мы неоднократно покажем реальные примеры данных решений и рассмотрим технологии их монтажа. Как строительный материал хризатилцемент имеет следующие достоинства. Финансовая доступность по сравнению с аналогами. Например, один квадратный метр хризатилцементной кровли — шифера — обходится в 2-3 раза дешевле, чем квадратный метр кровли из мягких, гибких кровельных материалов или металлочерепицы. Длительный срок эксплуатации. Прочность хризатилцемента позволяет фасадам и кровлям при регулярном уходе служить 30 и более лет. Устойчивость к влиянию погодных условий и резких температурных перепадов. Изделия могут эксплуатироваться в любых климатических условиях от минус 70 до плюс 70 градусов по Цельсию. Абсолютная негорючесть. Группа НГ. В составе хризатилцемента просто нечем угореть. Хризатилцемент не подвергается коррозии и гниению. Не пропускает электрический ток, электромагнитные и радиоактивные излучения. Также изделия из хризатилцемента отличают низкая теплопроводность, высокое звукопоглощение, прочность, водостойкость, морозостойкость и легкость монтажа. Современные хризатилцементные изделия и кровельные, и фасадные можно окрасить в любой цвет. А если речь идет о мелкоразмерной плитке, фасадной плите или сайдинге, то можно придать наносимому покрытию любую фактуру, например, под дерево или с мелкой каменной крошкой. Дальнейшее изучение нашего курса лекций позволит убедиться, насколько могут быть практичны и эстетичны изделия из хризатилцемента и в каких современных архитектурных решениях возможно их использование. В завершении первой лекции приведем перечень некоторых нормативных документов, которые служат основой для работы хризатиловой промышленности России. Они открыто представлены на сайтах шифер.рф, суперлист.рф и супертрубы.рф и подтверждают соответствие продукции всем необходимым нормам и стандартам.